Девушки отдыхают Так, считай цифры у демона над головой. Один, два, три. Двадцать. Давай ставим его тогда в наш скэнер сразу. Валерий заходит в скэнер, скэнер закрывается, начинает его сканировать на всех частотах. Скэнер проявляет каждого подселенца, каждого интерферента. Я не могу, он затмевает все, вот этот демон, он как весь рост. И силами его намерения демон притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Включаются пентаграммы огненные вокруг демона. Один, два, три. Ну вот он говорит, демон, ты не имеешь права, он моет давно уже. Что он сказал еще раз, пусть повторит. Говорит, что все было по обоюдному согласию. На тот момент. А сейчас Валерий изъявил желание расторгнуть с тобой контракт. И он сегодня будет расторгнут. Ты уверен, спроси у него сам. У меня есть видео, где он просит, чтобы мы вывели из него все, что чужеродное находится, и расторгли все контракты и договора. Хочешь послушать? Нет. Вот. Это он говорил, и ты об этом прекрасно знаешь. По этой причине ты находишься здесь, значит, мы находимся здесь законно. И по его волеизлиянию. Сегодня будет происходить реверс энергии, сегодня будет происходить расторжение контракта, сегодня будет происходить много интересных вещей. Я тебя предупреждаю сразу. Если ты будешь мне мешать, или попытаешься воздействовать, я перехожу сразу к уничтожению, без разговоров. Ты здесь мой заложник. Он тебе говорит, что ты сам не знаешь, куда попал. Я не знаю, куда попал? Ну, убедил, говорит, но ты меня не так понял. Ты сам не знаешь, что ты здесь найдешь. А, в этом плане, хорошо. Теперь стой и отвечаешь только тогда, когда я тебя буду спрашивать. Если ты будешь влиять, я тебе не рекомендую это делать. На моего слипера или на меня моментально загорается красная лампочка на влияние. И мы просто переходим к твоему физическому уничтожению. Чего я, в принципе, не собирался сегодня делать. Поэтому я рассчитываю на твою кооперацию. И дальше будем разбираться уже с контрактами, с договорами, со всем, что есть. Все, переходим к следующему процедуре. Скэнер просканировал, Валерия? Ты знаешь, мне мешает что-то. Вот у него какой-то, как слепит что-то изнутри. Ага, хорошо. И вот эта слепящая сущная сила моего намерения притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Что это такое, Вера? Я не знаю, он как круг крутится и слепит. Снимает, а, слепит, хорошо. И направляя на него щит свой, активируя печать семи архангелов и снимая все маски и голограммы, сжигая любую защиту, превращается в первозданный вид, который он, согласно своему ДНК, принимает. Один, два, три. Удар. Слепит еще? Нет, но он как ящер какой-то. Говорить может эта сущность? Алло. Ящера у нас еще не было. Как он такую оборонительную позу занял? Он оборонительную позу занял? Он хочет со мной повоевать? Хорошо. А? Не хочет, но он обороняется. Ну что значит обороняется? Он на него нападает сейчас или что? Да, он ждет нападения. Я к нему подхожу и спрашиваю. Он видит меня? Отвечай на мои вопросы. Он видит меня сейчас? Меняется. Приветствую тебя. Приветствую. Кто ты? Я на него не нападаю. Кто ты? Представься. Он говорит, для тебя я высший разум. Ты знаешь, я бы тебе очень рекомендовал, очень рекомендовал отвечать мне на вопросы уважительно и по существу, потому что ты сейчас находишься в моей клетке тюрьме. Я имею полную власть над тобой согласно волеизлияния клиента. Ты нарушил многие законы мироздания, придя в это тело. Поэтому я тебя еще раз спрашиваю, откуда ты пришел? Нибиру. Слышал такое? Слышал. Ты хочешь мне сказать, что ты с Нибиру? Вера, поставь маячок зеленый-красный, если он врет красный цвет, если это правда зеленый. Один, два, три. Смеется, говорит, какие примитивные устройства. Хорошо. А ты такой весь высокоразвитый, весь такой крутой. А хочешь, я тебе покажу еще одно примитивное устройство, называется галактическое ядро? Говорит, что это наша душа, и он работает на нас по обоюдному согласию. Вот. Вот к этому вопросу мы сейчас и пришли. А ну расскажи, почему по обоюдному согласию? Как ты это имеешь в виду? Ответственный он. Он попросил. Он попросил тебя? Он попросил о помощи, мы услышали. А какой помощи он попросил? Что ты ему дал? Какой контракт вы заключили? Когда это было? Я не верю тебе. Говорит, давно и недавно. Ну вот сейчас он уже не ящер, он такой какой-то представитель, я его четко не вижу, но он стал высокий. Вот у него руки вот так сложены. Он как гуманоид стал, да? Что-то подобное, но не гуманоид. Я почему-то вижу его как в таком, знаешь, то есть он закрыт, это тоже не его вид. Ну, настоящий вид я имею в виду, он похож вот на такого высокого. Знаешь, каких-то есть монашки, они одевают такие шляпы большие какие-то, вот что-то такое на голове. Знаю, знаю, знаю. Такие большие шляпы. Да, вижу, 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 с краями. У него что-то такое, да, вот так вот, и руки сложены вот так, но четко я его не вижу. Так, Вера, это у нас второй канал был Демон, вот этот гуманоид с Нибиру Ящур. И что еще дальше? Я считаю, что вы неправильно понимаете Нибиру, это пересечение, это много чего. Пересечение чего и где много чего? Он имеет в виду, это как росы каких-то звезд, что ли? В каком созвездии оно находится? Это не созвездие. Ну, в каком направлении находится? За Солнцем. За Солнцем, правильно. Вот там, говорят, находится планета, которая по размерам должна там находиться, но ее никто не видит из-за того, что там находится Солнце, правильно? А я же сказала, там много чего. Ну, понятно, и ты пришел с этой темной цивилизацией. Как ваша цивилизация называется? Так она называет темная. Ну, давай разговаривать нормально, слушай, ну, я не удовлетворен, когда начинает ответ, у меня начинает нервничать, у меня нерв начинает дергаться копье. Понимаешь, я тебе серьезно говорю, если я почувствую, что ты просто смеешься, я тебе этот смех уберу за три секунды. Уже и не такие были, и гуманоиды были, и межгалактическая полиция была уже. Знаешь, что было здесь? Ты не представляешь, какого у нас есть, и к кому мы подключены, и кого я сейчас сюда могу пригласить. У нас было уже вещи, когда на входе мы охотника сдали межгалактической полиции. Ты что, думаешь, лучше его? С сетями, которые души воровал. И, видать, эти души он продавал вот там, в вашем созвездии Нибиру, не так ли? Мы много покупаем. Вот. Но больше контракта. Больше контракта. Хорошо. Значит, Вера, я хочу определиться, сколько у нас сегодня подселенцев в этом человеке. Давай его просканируем на конец. У нас сейчас двое находятся в клетке, они замерли в клетке 1, 2, 3. Никакое воздействие не проходит через защиту 1, 2, 3. Все нейтрализует и отражает назад. Давай посмотрим, сколько у нас каналов осталось. Все каналы проявляются, это видишь четко и ясно 1, 2, 3. Он пустой, знаешь, сканер идет, скаловы начинает и даже в сканера нет света. То есть он внутри, как пустота у него. Канал идет к этому. К этому существу, да? Да. Хорошо. Сейчас попробуем сделать следующее. И от этого ящера или гуманоида, кем бы он там ни был, начинает выстраиваться канал. Силой моего намерения. И ведет к тонкой копии, которая находится вне этой комнаты. К тонкой копии Валерии 1, 2, 3. Канал сформировался и силой моего намерения я вытаскиваю Валерия, где бы он ни находился, по этому каналу. И он притягивается и приходит в нашу клетку, и приходит в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. И силой моего намерения по этому каналу я притягиваю душу Валерия в его тонкое тело. 1, 2, 3. Где бы оно ни находилось, силой моего намерения по каналу она притягивается в комнату диагностики и входит в тело Валерия. 1, 2, 3. Сейчас засиял. Вот. Разными цветами. А вот этот гуманоид говорит, верни, это не твое. И подхожу к гуманоиду и убью 5 ударов на чистоте гуманоида своим копьем. 1, 2, 3. Болезненные удары. Пошли. Это те же тоже. Это защита. Хорошо. Направляюсь в печать семи архангелов и концентрирую энергию мощнейшим ударом света, божественной энергии, любви отца, сжигая его все защиты. 1, 2, 3. Она обуглена. Удар. Ну вот он, знаешь, сжигает, но он снова ставит как-то ее от себя руками. И я даю команду, и он замирает. 1, 2, 3. Не может воздействовать. И мощнейшим ударом света я пробиваю его защиту. 1, 2, 3. Все его магические приспособления, все, что на нем находится, сила моего намерения, выходит из его биополя и оказывается в соседней клетке. Не может до нее дотянуться. 1, 2, 3. Блокирую его визуализацию силами. Его намерение 1, 2, 3. В этой комнате он ничего не может сделать. Здесь я хозяин. А кто ты такой? Ну он как замер сейчас. Ага. Кто я такой? Ангел смерти. Исполняет свои прямые обязанности. Иногда за меня, помогая межгалактическая полиция, отлавливает таких отморозков, как ты. Вот кто я, а ты кто? Он говорит, что я не отморозок. Я не ворую души. Так, закрыл рот, и я будешь отвечать, когда я тебя буду спрашивать. 1, 2, 3. Все, поехали дальше, Вера. У нас этот вернулся в тело, да, Валерий? Да. Хорошо. Так, у нас два канала есть к этому демону и к этому ящеру. Кто у нас четвертый? Третий, вернее. Канал, посмотри. Менечко, больше. То есть, вроде как, что-то было на голове, ну, вот идет информация, что осьминог, но он не вынес присутствие представителей вот этих здесь. А, он был, да? Хорошо, если что-то чужеродное осталось еще в биополе, не принадлежащее Валерию, силой моего намерения, оно выходит из биополя, тонкого тела, из души, из всех тонких тел выходит и зависает перед ним в воздухе, и формируясь в шар. Один, два, три. У него как кандалы на ногах. Ответственность за кандалы. Ответственность за кандалы и силами его намерения выстраивается канал к ответственному, он притягивается в клетку тюрьмы. Один, два, три. Там вроде кто-то появляется, исчезает. То есть, идет информация какая-то, что они не вынесли вот этих вот, все ушли. А, этот, кандалы остались? Они в клетке валяются просто сами. Силами его намерения притягиваются к кандалам ответственны. Один, два, три. Выстраивается канал, ничего не может делать, притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. У нас есть здесь щена на метле. Опа. Магия. И я вижу гроб с этим, с Валерием. Окей, хорошо. И картинки идут. И ответственность за эту магию притягивается в клетку тюрьмы. Один, два, три. Вот эта женщина, но она не здесь уже. На том свете, да? В аду? Видимо. Хорошо. И энергию все равно можем отдать. Значит, кандалы я пишу тогда, это ведьма, да? Она присутствует здесь? Ее фантом? Да, она присутствует. Кто она такая? Почему она сделала эту черную магию? Из-за злости. Причем не на него злость была, а на род. На род была злость, да? Хорошо. Это она сделала родовое проклятие, да? Отвечай. Она сделала. Когда это было? Смотри, она проклинает на несколько поколений вперед. В 1600 в каком-то году. Потому она такая. В 1600 в каком-то году. Хорошо. Где ты сейчас находишься, ведьма? Там осталось. В 1600 году, да? У нас есть еще какие-то каналы? Я вижу только пока три, да? Нет. Отлично. Хорошо. Ты понимаешь, вот он сейчас стоит. Сейчас, подожди, маячок, я потом посмотрю. Я тебе сейчас запишу, какой он. Он вот разными-разными цветами абсолютно. И они все вот как сияют. То есть ощущение, что его надо очистить, что ли. Вот он как принес с собой что-то. Хорошо. Хорошо. И включаем наш скэнер. Специальный скэнер. Капсула-скэнер. Начинает его сканировать. Вычищает на молекулярном уровне все чужеродное, что он мог принести. Начинает выходить из его тел автоматически на молекулярном уровне все чужеродное, что не принадлежит тонкому телу и душе. Валерия. Его знаешь, как рвать начинает. Ты знаешь, все ушло. Да. И он опять как пустой, но у него в груди такой маленький красный, как огонек души остался. И разжигаем этот огонек души на максимальную мощность. Один, два, три. Искорочка такая. Усиливаем ее. Пламя загорается души. Божественная искра начинает гореть. Вытесняет все патогенное, что еще могло остаться в его биополе. В душе. Во всех телах. Как за сердце держится. Информация идет, что ему надо сперва отдать энергии. Вернуть. Хорошо. Смотри, какая информация идет. Вот это вот кандалы где, да? Ну, кандалы, как они к гире даже привязаны. Получается, что вот из-за этого там ничего личного не было абсолютно к нему. Да. Ну, вот это шло, как из прошлого. Вот это проклятие шло. И на него это шло вот этими вот кандалами. И это мешало ему развиваться нормально, да? Где они сейчас? Быстроты не было. Они в клетке. То есть у него с детства не было быстроты какой-то чего-то. Вот они его как сдерживали, постоянно тянули, да? Да. Эти кандалы. И вот из-за этого, когда он развивался, он нервничал из-за этого. И он хотел быть сильным, смелым. Но вот эти кандалы, они его тянули в сторону слабости, да? То есть он, наоборот, был слабым, мягким. Да, и что произошло дальше, как эти два попали в его биополе? Ну вот и на этом фоне он плакал, переживал. Это я говорю лет 15-16. И вот этот вот, что на беру, кто он, они к нему пришли. Вот в такой ситуации, когда он переживал. Сказали, что мы дадим тебе силы и охранять будем. Солгали, солгали лжицы. Почему он согласился? Этот договор был заключен обманом. Этот договор сегодня будет аннулирован. Хорошо, Вера. Идет энергия назад? Подожди. Да, энергии идут от него. Но вот к кандалам ничего не идет. Хорошо. И силами его намерения. Эти кандалы я снимаю с ее ног. Они сняты с его ног? Он не в клетке. Она говорит, что меня нет давно уже. И еще она говорит, что я прощаю. Что-то сделали предки ее роду. А, в этом плане прощают. Почему она прокляла, да. Она прокляла до седьмого колена. Говорит, что это должно идти прощением. Прощением, да. Хорошо. Она говорит, что я прощаю. И еще она говорит, что он шестое колено. Понятно. Так, она сейчас должна нейтрализовать всю свою магию. Она должна все это сейчас остановить. Она остановила прощение. Она не может вспомнить, чем ее так обидели? Что она семь родов прокляла. Семь колен. Почему-то я ее вижу девушкой в платье. Она рыдает. И идет какая-то вражда родов. Что-то такое идет. Ага. 1600 год, да, в этом отношении? 54. 1654 год. Страна? Ладно, если не идет информация. Идет, но почему-то страны две идет. Франция и Ирландия территория. Вот это видно где-то что-то там. Вера, давай переходим. И идет почему-то какой-то как замок, как костел какой-то. И она в нем. У нас реверс закончился по каналам. Он отдал всю чужеродную энергию. Они забрали ее? Сейчас, не беру, закончился. Сейчас, подожди. Да, забрали. Хорошо, так. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Валерий забирает чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили. Все, что у него изъяли. Да, последняя капля возвращает Валерий себе обратно. Какие цвета куда идут? Пошла энергия красная, пока идет от демона. Бежевая идет от этой миру. И еще, знаешь, от этой женщины идет информация, что ее нужно отправить. Она не может покоиться из-за этого. Конечно. Только после того, как мы закончим все процедуры, как она все заберет, и реверс энергии произойдет, мы ее отправим в чистилище. А там уже куда попадет. Так она не прикаянная была все эти годы? Получается, там, да. Ну, вот так вот. Вот цена проклятия. 400 лет. 420 лет витала. Отдали, да? Хорошо, все. Так, мы все присадки вытащили. Остались у нас только каналы. Посмотри, сколько у него сейчас энергии, у Валерия. Сколько ему нужно? Да, сколько у него есть? 54. 54. Сколько ему нужно для удара? Сколько он выдержит? Чтобы ему не снесло. 100, 120. Хорошо. И на счет три в макушку головы. Валерия начинает поступать. Пошел подъем. Потоки не могут пройти. Очень тонко идут. У него в голове как подушка. А что это за подушка? И силами его намерения эта подушка выходит из его биополя. 1, 2, 3. И зависает в воздухе. Что это было? Его эмоции и лекарства. Эмоции и лекарства. Хорошо, они нам не нужны. Это негативная энергия, мы ее уничтожаем. Хорошо. Открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эта негативная эмоция уходит в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идет энергия? Да, идет сейчас. Отлично. Усиливаются потоки. Пробивает все блокады в каждую клеточку. В каждую извилинку проходит. Энергии? Потрясет. Ничего, пройдет. Человек просто... И вот этот вот Немеру, который... Да. Немеру, как он сказал, влиять пытается от него прямо. Идут такие сильные такие... Хорошо, я подхожу и пробиваю его копьем. Удар. 1, 2, 3. Удар. И замораживаю в клетке. 1, 2, 3. Минус 200 градусов. Посмотри, паразит такой. Он хочет души. Что хочет? Души. Он хочет души? Это тебе сейчас пришла информация или что? Он влиял. Влияние было такое, что он хочет подсунуть контракты. Души хочет. Хорошо. Я подхожу и пробиваю ему ногу. Удар. Копьем. Но он замерзший. Хорошо. Пусть так и стоит. Замерзший. Отлично. Минус 200 градусов. Хорошо. И я подхожу, беру его за руку. И с моей энергией даю удар. 200 тысяч герц. На счет 3, 1. 1, 2, 3. Сжигаются все каналы. Да. Отлично. Хорошо. И открываем портал в галактическое ядро. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Портал закрывается. 1, 2, 3. Поехали дальше. Переходим на чистоту магического воздействия. Если оно сейчас проявляется. 1, 2, 3. Необнаруженное магическое воздействие. Если еще есть, оно проявляется. Проявляется вот эта женщина в замке. Хорошо. Пусть оно так и будет. Мы с ней вопрос решили. Она все забирает. Она все простила. И переходим на чистоту неупокойной. Подожди. Давай ее тогда и отправим сразу. Хорошо. Так. Она забирает все, что сейчас с ней осталось. Эти кандалы. Не. Кандалы мы скидаем в галактическое ядро. И открываем портал в галактическое ядро. Кандалы улетают в галактическое ядро на переработку. В чистую энергию. 1, 2, 3. Закрывай. Печатывай. Растворяй. И она готова уходить в чистилище? Да. Она полностью забрала всю свою магию. И на этом родовое прохлятие закончено. Она должна это подтвердить. Она прощает. Она прощает. Это как печать. Хорошо. Все. Открывается портал в чистилище. Светлый портал. 1, 2, 3. И она уходит в чистилище. В светлый портал. Закрывай. Печатай. Растворяй. Да. Ушла? Да. Мы сейчас дойдем до игр-игров. Это очень важный момент. Надо, чтобы они все присутствовали. И переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Если таковы есть, они сейчас выходят. 1, 2, 3. Да, есть что-то. Что-то что? С больницы. Человек умер или... Да. Хорошо. Давно он там висит? Это точно в клинике. Он приходит, уходит. Понятно. Он готов уходить в чистилище? Готов. Хорошо. Открывается портал в чистилище. Светлый портал. 1, 2, 3. И эта душа уходит в чистилище. В портал. Портал закрывается. Мужчина был готов. Хорошо. И переходим на чистоту негативной эгрегоры. Выходят все негативные эгрегоры, которые мешают судьбе, здоровью, физическому, энергетическому Валерию. Насчет 3. 1, 2, 3. У него есть эгрегоры. Отсекаем эгрегоры. Спрашиваем Валерия. Отключаем их. У нас копия. Во-первых, он плачет. Он не помнит вообще таких энергий в себе. Он говорит, что я не знаю, что с ними делать. Мне они не нужны. Все. Если они тебе не нужны, Валерия, мы их убираем. И проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Сама тонкая копия приняла решение, от каких эгрегоров она хочет отключиться, а какие хочет оставить. И на счет 3 в вас создается импульс высоковабрационного шокового удара, отсекая от себя негативно воздействующие на его жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. И готовится, концентрирует энергию. И на счет 3 отсечет и сожгет все негативные, ненужные для нее энергии. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Готово. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все остатки этих эгрегоров улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Если где-то осталась еще негативная энергия, то эта энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет идет, но энергии полно. Вот она заполняет копии и вокруг. Такая как оболочка из темных энергий. Оболочка из темных энергий? Да. Хорошо. Силой моего намерения. Эта оболочка из темных энергий выходит из его биополя и формируется в черный шар. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Открывается под этим шаром портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар уходит в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. По закону воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Валерий должен взять ответственность. Готов это сделать? Готов. Хорошо. Я говорю вслух, а Валерий тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры. В 1964 году рождения, которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договоры, все контракты, экземпляры, контрагенты, а также всякого рода дополнения и соглашения к контрактам и договорам. Вылезли договора? Да, вылезли. Вот. Вот мы пришли к нашей цели. Хорошо. И мы спрашиваем Валерия, хочет ли он аннулировать эти контракты все. Пусть подтвердит. Да, он говорит, откуда столько я не хочу их. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я аннулирую, я отменяю, я расторгную. И законному праву распоряжаться собственными энергиями. Один, два, три. Все контракты аннулированы. Ну, он прочитал. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И все контракты уходят в галактическое ядро. Аннулированы. Расторгнуты. На переработку в чистую энергию. Да, ушли. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Готово. Хорошо. Запускаем процесс активации идентификации души на счет. Три. Один, два, три. И пошел процесс. Подожди, давай мы ее вернем сперва полностью. По частичкам. Пробо. Все души. Душа у нас только одна искра зашла. Раз, когда нет контрактов, надо вернуть его. Хорошо. Ладно. Так что мы должны ее активировать. У нас одна искра от нее. Понятно. Хорошо. И я даю команду силой моего намерения. На чистоте этой искры по генетическому коду Валерия. Сила моего намерения начинает притягиваться со всей вселенной частички. И где бы ни находились частички его души, а не силой моего намерения, мощнейшим потоком начинает лететь. И влетает его тело. Заходят. Устанавливаются на свои места все частички. И собираются в одну целостность. Один, два, три. Становятся одним общим. Процесс продолжается, пока сто процентов души Валерия не соберется. В одном месте. Один, два, три. Усиливаем потоки. Сила моего намерения. Да будет так. А так и есть. Готово. Хорошо. Так. Вся душа. И запускаем процесс активации или идентификации души. На счет три. Один, два, три. Пошел процесс. Душа активируется. У нас тонкая копия. В шоке. Он не знает, что ему делать. Он не помнит такого состояния своего. Хорошо. Я ему сейчас объясню. Валерий, мы сейчас вернули вам вашу душу полностью. Пожалуйста, не противьтесь. Принимайте это все. Это вам все на пользу. Он принимает. Он просто не знает, как с этим быть. Он руки, ноги поднимает. Смотрит на себя. Двигается. Вот таким он должен быть. Вот такой он настоящий и должен быть. Но намерение у него хорошее. Отлично. Это хорошо. Душа собралась полностью, да? Да. Активировалась. Активировалась. Давай, ставим защиту. Да, готово. Все мы закончили. Давай теперь разбираться с этими, которые в клетке сидят. Я подхожу к демону. Демон. 20-ти герцовый. На каком основании ты находишься здесь? Сейчас. Я тебя слушаю внимательно. Он может говорить. Был контракт, пока ты не расторговал. Вернее, он. Вот. Он. Абсолютно верно. Иначе ты находишься здесь нелегально. Получается так. Вера, чуть громче микрофон. Получается, что так. Хорошо. Ладно, демон. Смею тебя больше задерживать. Ты найдешь себе какого-то другого. Я тебе запрещаю приходить в это тело больше. Я буду проверять. Это наш клиент теперь. Если мы встретимся второй раз, то тогда кто-то один пострадает. Я не хочу, чтобы у нас были какие-то в этом отношении непонятки. Поэтому я тебе предлагаю сегодня уйти безболезненно на свою чистоту. Я тебя отпускаю. И ты больше не приходишь в это тело. Пускай. Открывается портал внизу на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту. Забывай. Дорогу назад. Готово. И у нас осталась эта тушка. И сейчас устанавливается вокруг него специально еще одна круг защиты. 1, 2, 3. Любое воздействие блокируется. И возвращается назад. И размораживаю его. 1, 2, 3. Может говорить. Слушаю. Но он говорит, отпускай меня. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Я тебя никуда уже не отпущу. Вера, микрофон поправь, пожалуйста. И сейчас он ничего не слышит насчет 3, 1, 2, 3. Устанавливается специальный зашифрованный канал между мной и моим учителем Волхвом 1, 2, 3. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу нашего учителя Волхва выйти со мной на связь. У меня есть один вопрос. Он слушает тебя. Уважаемый Волхв, мы приветствуем вас. У нас один вопрос. Приветствую. Спрашиваю. У нас сейчас находится в клетке вот эта сущность, гуманоид, который тоже ворует душу. Он украл душу этого человека, которого мы сегодня вернули. И она где-то работала в рабстве, а он сидел в ее теле. Как я понимаю, это очень похоже на тот случай, последний с этим гуманоидом, который в сети накидывал и так далее. Как мне поступить с ним? Там был контракт, это разные вещи. Отпускаю его. Хорошо. Все понял. Благодарю вас, уважаемый Волхв. Так и сделаем. Благодарю. Энергию благодарности посылаем. Он говорит, что человек сам должен контролировать свои энергии, не подписывать контракт. Согласен. Никаких вопросов. Просто хотел уточнить, чтобы не допустить никакой ошибки. На этом месте энергию благодарности посылаем нашему учителю. И отключайся. И отключаем канал. 1, 2, 3. Он может слышать. 1, 2, 3. Хорошо. Все. Гуманоид или кто ты там. Я закончил с тобой. Мы все контракты расторгли. Я буду тебя отпускать на твою чистоту. Ты готов уходить? Да, готов. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте этой сущности. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту. Забывай дорогу назад. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Будем возвращать Валерия в его тело. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Валерии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем его. Каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Происходит стопроцентная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. 1, 2, 3. Готово. Хорошо.